Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 15, стихи с 1 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, совет сотворишь, архиереи со старцей книжники, и весь сонм, связавший Иисуса ведоша и предавший Его Пилату. И вопроси Его, Пилат, ты ли и си царь иудейский? Он же, отвечав речей ему, ты глаголеши. И глаголах у на него архиерея много. Пилат же, паки, вопроси Его глаголя. Не отвещеваешь или ничтоже? Вишь, скалика на Тя свидетельствуют? Иисус же к тому ничтоже от веща, яко дивитесье Пилату. На всяк же праздник отпущаше им единого связня, Его же прошаху. Беже нарицаемый ворава, сосковники своими связан, и же в кове убийства сотвориша. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синодрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил Его, «Ты, царь иудейский?» Он же сказал Ему в ответ, «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли Его во многом. Пилат же опять спросил Его, «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Со времени подчинения иудеи римлянам у Синодриона было отнято право наказывать преступников смертной казнью. По закону обвиненные в богохульстве побивались камнями. Но иудеи желали предать Господа Иисуса Христа распятию на кресте, как политического преступника. С этой целью, после вынесения смертного приговора Синодрионом, они отвели его к Понтии Пилату и Гемону, то есть правителю. Понтий, по прозванию Пилат, был пятым прокуратором или правителем Иудея. Он получил назначение на эту должность от римского императора Тиверия в 26 году по Рождестве Христовом. Блаженный Феофилакт отмечает, «На вопрос Пилата ты царь иудейский, Господь дает обоюдный ответ, ибо слова «ты говоришь» можно понимать так, «правду ты говоришь», «ты сам высказал, кто я», а можно понимать и так, «я не говорю этого, а ты говоришь». Но, быв спрошен в другой раз, Христос ничего не отвечал и тем привел Пилата в удивление. Ибо Пилат дивился, что он, будучи сведущ в законе и красноречив, и имея возможность одним ответом не спровергнуть возводимые на него клеветы, ничего не говорил, а напротив, смиренно терпел обвинение. Говоря о Пилате, евангелист Марк сообщает, что на всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. А в Араве мы знаем лишь то, что написано в Евангелии. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Необходимо отметить, что Палестина всегда была полна мятежей. Здесь всегда мог вспыхнуть пожар восстания. В частности, существовала такая группа иудеев, носивших название Сикарии, то есть тот, кто носит с собой кинжал. Это были фанатики-националисты, которые открыто нападали на своих жертв. Они носили свои кинжалы под плащом и при каждом удобном случае пускали их в ход. Вполне возможно, что Варавва был одним из них. Александр Павлович Лопухин поясняет, Это был какой-то заговорщик, составивший целую шайку бонтовщиков и даже во время восстания им произведенного совершивший убийство. А по закону Моисееву за убийство полагалась смертная казнь. Конечно, у находившихся на суде людей был выбор, но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Слыша яростный крик народа, Пилат испугался, что его дальнейшая настойчивость в защите праведника может вызвать серьезное волнение народа, которое придется усмирять вооруженной силой, и что озлобленные первосвященники могут донести на него кесарю. Под давлением таких чувств Пилат отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Битье было римским наказанием. Человека сгибали и связывали так, чтобы спина его была выгнута наружу. Бич представлял собой длинный кожаный ремень, на котором были закреплены заостренные куски свинца и костей. Таким бичом в буквальном смысле исполосывали спину человека. Такому наказанию подвергли Христа. В своей жизни, дорогие братья и сестры, каждый человек делает выбор между Христом и Вараввой, между Спасителем мира и человеком беззакония, между любовью и ненавистью. Для каждого человека, выбирающего путь христианской любви, открываются врата Царства Божия уже в земной жизни посредством воцарения Бога, внутри любящего его человека. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! Субтитры создавал DimaTorzok